Привет! Для тех, кто начал ходить на нашу летнюю школу или просто начал пользоваться GitHub и Git, дам несколько советов, потому что вы присылаете периодически коммиты неподписанные, поэтому нужно SSH и GPG-ключи включить в GitHub и импортировать их из своей машины. Ну, естественно, на своей машине их нужно нагенерировать. То есть если у вас еще все это не настроено, то, пожалуйста, сейчас посмотрите, как это сделать. Значит, во-первых, тут я сделал такой простой, пустой аккаунт. Значит, заходите в его настройки, вот сюда в Settings. Тут есть такой пункт SSH и GPG. И тут специально для тех, кто этого никогда не делал и не хочет гуглить, тут есть вот Generate SSH Keys. Вы открываете и смотрите инструкцию. Вот, допустим, Generate New SSH Key. И сгенерировать и добавить его в... А, вот. Сделать новый ключ и добавить в GitHub. Отлично. Значит, и тут есть прямо команды, что нужно сделать. Прямо вся последовательность. Вот, собственно, если ключ уже там сгенерирован, вот, брать его отсюда. Ну, естественно, что вы не закрытый ключ берете, а берете открытый ключ, да, вот, который файл с расширением pub. Это public key, и отправляете его из своей консоли, отправляете его, тот, который у вас в файлике локально сгенерировался, и его отправляете в GitHub, вот, в этот вот интерфейс, да, нажимаете New SSH Key. И вот сюда, вот так вот он должен выглядеть примерно, да, тут написано. Как-то его там называете, это просто для вас какое-то, значит, чтобы вы могли вспомнить, с какой машины он взялся, да. Напомню, что смысл всех этих ключей такой, что закрытый ключ никогда не должен с машины куда-то копироваться. То есть, если вы его там с машины на машину перемещаете, это уже совершенно выходит за рамки концепции. Точно так же с GPG ключами. Вот вы сюда нажимаете New GPG ключ, и вот сюда вот тоже он начинается с вот такой вот строчки, что это public key, да. И вам генерируется пара, закрытый ключ, открытый ключ, и именно открытый ключ вы можете копировать, вставлять через веб-интерфейс, и тоже тут есть инструкция. Тут мы сейчас еще откроем другую инструкцию. Так, вот. Generate a new GPG key. Вот, значит, тут копируете прямо отсюда вот такую вот командочку, исполняете ее в терминале. У вас там появляется текстовый такой интерфейс. Если у кого-то, значит, такая командочка не проходит, у вас старая версия GPG, ее нужно обновить. Если на вашей операционной системе это сделать нельзя, то тут, значит, вот чуть-чуть другая командочка. Потом генерируете этот ключ. Все, значит, делаете по этой инструкции. Он генерирует файлики, вы потом эти файлики выводите на экран, копируете, значит, строчку, которая начинается вот с public key, вот такой штуки, и, значит, вставляете ее точно так же вот сюда через new key. Значит, по поводу SSH, так, тут был, вот, generate a new key and add to SSH agent, так, 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 check for existing SSH key. Вот, скорее всего, у вас уже есть ключ. Сначала проверьте его в папке .ssh, вот так они могут, значит, там называться. Просто посмотрите все файлики с расширением POOP. Скорее всего, они там уже у вас сгенерированы, потому что вы, значит, как-то комп сетапили. Возможно, значит, уже что-то сгенерировалось. Если нет, то тут тоже есть инструкции, как это сделать. Значит, после того, как вы сделаете SSH ключ, вы сможете работать из терминала с гитом, с ремоут-репозиториями, которые находятся в гитхабе. А, ну да, еще нужно, кроме этого, еще настроить, я тоже ссылочку на все эти штуки дам под видео, настроить, чтобы у вас подписывались коммиты вашим именем, вот так вот пишите git-конфиг, там, global, юзернейм, и вашим e-mail'ом, именем и e-mail'ом. Ну и можете еще, значит, сконфигурировать, чтобы запускался редактор. Это если, значит, git-у нужно при интеракте в rebase, там, значит, или чтобы написать какой-то commit-месседж, запустить текстовый редактор, то вы можете подменить его там на, чтобы не дефолтовый редактор был, а такой вот, как вас интересует, чтобы запускался, ну, допустим, там, Visual Studio, или же, значит, Midnight Commander у меня, можно, значит, какой-нибудь любой, в принципе, там, по дефолту VI, там, вы можете брать e-max, можете nano брать, в общем, кто что, можно с графическим интерфейсом какой-то редактор, gedit или что у вас есть, в общем, тоже можете это наконфигурировать, чтобы все коммиты было удобно писать. Так, после этого всем, кто зарегистрировался на летнюю школу, кроме этого еще должны были прийти вот такие вот инвайты с зеленой кнопочкой, которые нужно принять. Инвайт приходит в почту, и если вы вдруг эту почту пропустили, или она у вас выпала куда-то в спам или что-то такое, не можете найти, ну, можете просто по тому самому, по папке поискать по имени репозитория Metarchia, да, ну, тут у меня я показываю приглашение в другой репозитории How Programming Works, ну, значит, потому что этот аккаунт у меня в Metarchia уже добавлен, да. Вот вы нажмете Join, подтвердите, Join How Programming Works, и попадаете, собственно, сюда, вы подтвердили приглашение в этот репозиторий, но после того, как вы его подтвердили, нужно еще, вот я сейчас где-то тут имею открытый, сейчас, момент, а, ну вот, значит, открытый Metarchia репозиторий, и тоже тут у меня сверху висит приглашение, то есть не обязательно его в почте искать, если вы заходите на страницу с этой организацией, то тут у вас тоже висит приглашение, можно, вот, View Invitation и точно так же Join нажать, и вы тоже попадаете в организацию. Теперь, в этой организации заходите на People, находите себя, ну, вот тут будет большой список, а, ну, это он, скорее всего, у меня, я не знаю вам, будет показывать его или нет, вот так вот находите себя, ну, это у меня такой специальный для ботов, значит, аккаунт есть, Metarchia bot, и тут у вас стояла private по дефолту, делаете тут public, и после этого, во-первых, у вас в профиле другие люди смогут видеть, что вы находитесь в этом репозитории, ну, тут можно, вот, добавить метархию, да, ну, метархия у меня уже в этом репозитории, репозитории, по-моему, добавлено, сейчас мы посмотрим, вот, я захожу на эту главную страницу, вот, уже и How Programming Works и метархия добавлены. Значит, если я тут ставлю private, захожу сюда, момент, Так, это я там сделал или не там? А, да, private. Наверное, не успела обновить, ну-ка. А, ну да, это же, оно сейчас показывает, как это, как я вижу, поэтому у меня в организациях я точно буду виден, а вот если я это дело открою для другого пользователя, почему-то тоже видно, да, хотя я там ставил, а, ну, наверное, видно, да, потому что я тоже в этой организации. Если вообще сделать, открыть в другом браузере, там, значит, или же у другого пользователя, который не в этой организации, то не будет видно, что вы в этой организации находитесь. Ну, в любом случае, можно поставить там паблик, и это будет видно вообще всем, да. Так что, пожалуйста, настройте это дело, чтобы у вас профили были не такими куцами. Кроме того, я уже записывал видео, как вот сюда наверх прицепить такую же штуку, как это у меня в профиле, да. Сейчас покажу примерно, да, вот чтобы тут у вас были такие ссылочки, чтобы было понятно, кто вы, чем занимаетесь, на каком стеке пишите, куда-то относитесь. Я тоже ссылку на это видео добавлю, и в случае чего вы можете зайти в How Programming Works, найти тут тоже профайл, склонировать этот репозиторий, и назвать его именем своего аккаунта на GitHub, ну, под этим видео я оставлю ссылку на то, и, в общем, как там настроить, я более подробно рассказываю. Потом, пожалуйста, ставьте фотографии или же какие-то хотя бы картинки, по которым вас можно различить, да, ну, это бот, ему не особо нужно, чтобы его кто-то различал. Это имеется в виду наш там внутренний бот, который занимается CICD, да, это как бы не тот, который с пользователями взаимодействует. Ну, и в любом случае, можно сюда припинить какие-то репозитории, ну, в общем, как-то что-то настроить, чтобы зайдя к вам на страницу, было понятно, что это не какой-то там фейковый аккаунт, а что это аккаунт, ну, вот, реального человека, потому что если вы контрибьютите куда-то в open source, вот как в метархию, то желательно, чтобы у вас было реальное имя, хоть какая-то картинка, значит, какая-то информация о себе, плюс ключи, да, чтобы вот у вас SSH и GPG ключи, и чтобы коммиты были подписаны этими ключами, чтобы было понятно, что вы реальный человек, а не кто попало, значит, просто хочет заспамить репозиторий или же сделать какой-то компрометирующий коммит, да, ну, конечно же, наши контрибьюторы эти компрометирующие коммиты будут отлавливать, но все равно больше доверия тем людям, которые хоть как-то оформили свой репозиторий, и у них в репозитории, ну, вот, ну, может быть, не так, но, значит, мы сейчас пойдем в метархию и посмотрим какой-нибудь пример, ну, значит, вот, например, Леон, да, так, о, ну, тут понятно, что это живой человек, у него какие-то есть коммиты, у него есть репозитории, ну, нет никакого описания сверху, но тут вот он более-менее описал, есть ссылки, откуда человек, видно фотка, и у него коммиты подписаны, поэтому можно такие коммиты нормально не беспокоясь рассматривать, лендить и все такое, ну, и кроме того, как-то люди, зайдя к вам в профиль, хотя бы поймут, чем вы занимаетесь, так что настройте, настройте, пожалуйста, все это окружение, и не бойтесь сделать настройки локального гита, SSH, GPG, чтобы у нас все было подписано, и тогда, вот, смотрите, я захожу в MetaUtil, допустим, да, в какой-нибудь pull request, в первый, который сделал человек с летней школы, захожу в коммиты, и видите, тут два коммита не подписаны, один подписан, почему он подписан, потому что человек делал его через GitHub, через веб-интерфейс, и он вот, есть подписанный коммит, да, а эти два не подписаны, ну, а если, когда я их лендю, то я, конечно, подписываю все, но своим ключом, вот, вы видите, вот я лендил коммит, и он уже подписан моим ключом, это можно, в принципе, проверить, то есть все эти коммиты, которые подписаны ключами, можно проверить их подлинность, и действительно ли эти люди, которые в них участвовали, действительно, они писали это или нет. В общем, спасибо, настройте, пожалуйста, себе. Субтитры создавал DimaTorzok